Рекрутинг 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 для ее бизнеса, для ее роста и так далее. И особое спасибо фриланс-рекрутерам, потому что это как сапер на чип, который зачастую не знает какую-то подноводную компанию, какие-то подводные камни, каких-то неформальных лидеров и так далее. Ему вообще втройне сложнее продавать вакансии именно таким клиентам и таким заказчикам. В общем, мы классные, мы крутые, мы молодцы. Рекрутеры рулят. Дальше. Значит, правило первое. Наим это продажи и наша главная цель договориться. Искусство договариваться, по моему мнению, искусство сродни большой дипломатии. Недаром все войны, катаклизмы, перетрубации, разборки случаются из-за того, что народности, президенты, главы государств не смогли договориться в какой-то момент о чем-то. Точно так кандидат с рекрутером, с HR, с собственником компании не смогли договориться в какой-то момент о каких-то вещах. И рекрутер, и продажник, как мне кажется, должны этим искусством владеть совершенцей. По крайней мере, стремиться и стараться разбивать в себе желание и умение договариваться. Я вам принесла, не читайте, сейчас будет неинтересно, я вам принесла, это моя переписка с кандидатом, предыстория следующая. К нам приходил на собеседование парень Сергей, и мы долго с ним общались на техническое интервью. Естественно, я не провожу технические интервью, я присутствовала на HR интервью, общались, общались, и я понимаю, я как HR снимаю с него определенные какие-то ключевые вещи, которые ему интересны. Я понимаю, что Сережа работает в распределенной команде с белорусами, где ему не дают обратную связь, где у него сложная трекинговая система и отчетность, где ИПМ находится на той стороне, с которым ему сложно найти общий язык. Короче, целый спектр всевозможных историй я услышала, вот, и это уже Сережа, мы свою компанию в Кодику рассматривали, и, естественно, моя задача была довести, Сергей хорошо прошел техническое интервью, и моя задача была довести Сережу до Джобофера. И вот, я думаю, вы этим искусством владеете точно не менее, даже лучше, чем я, но тем не менее, хотела бы вам показать эту переписку. Сережа, привет, привет. Фидбейки, обещаю, будут регулярными. Я, помню, я за базар отвечаю, сразу говорю. Все, что я говорю, как рекрутер на протяжении 10 лет, я помню, коллеги, и вас призываю не обещать то, чего вы не можете дать. Вот, я помню, сняла Сережа вот его боли и его интересы и начинаю его доводить до Джобофера. Сережа, привет, привет. Фидбейки, обещаю, будут регулярные. Наша задача, как можно быстрее выйти на хорошие темпы, правильный прокач, инициировать их ты можешь в любой момент, когда будет тебе необходима обратная связь. Адекватный менеджмент у нас очень грамотный ПМ. С Дмитрием ты знаком, надавила еще на одну кнопочку, потому что Дмитрий действительно умеет хорошо проводить интервью, он очень флексибл, он очень с высоким эмоциональным интеллектом. Вот, команду мы подбирали тщательно, за базар отвечают, потому что все, я до единого подбирала самостоятельно. Ребята все увлеченные, готовые к взаимопомощи, поддержка со стороны ребят будет однозначно. Сережа пишет. Рад это слышать, в течение сегодня я постараюсь взять ответы, напишу еще несколько вопросов. Спасибо, жду. Я жду, 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 жду. Сережа не отвечает, уже вечер на дворе, уже 18.00, я его дергаю. Сережа, я жду твои вопросы и, безусловно, ответ. Пока на этом этапе у меня появилось несколько вопросов. Там еще большая переписка, коллеги, она просто сюда только не влезла. Вот, давайте. И мы еще там обсуждаем, обсуждаем. Я помню его вот эти вот зацепочки. Я давлю, 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 продаю, продаю, продаю компанию. Окей, спасибо, обращайтесь. И я слышу самое сладкое слово для любого рекрутера. Я согласен у вас работать. Ну, отлично. В общем, итог этой истории. Следующий, Сережа, у нас работает по сегодняшний день. Очень хороший, сильный, разработчик. К чему я это все, коллеги, говорю? О том, что нам с вами надо учиться уметь хорошо договариваться. Это не пример идеального переговора, разговора и продажи джок-офера. Но, тем не менее, это один из моментов, который вы можете использовать и как грамотно, хорошо использовать ту информацию о сотруднике уже, который у вас есть. Значит, дальше. Правило второе. Договариваемся с теми, кто этого хочет. Значит, главная задача рекрутера, по моему мнению, не найти кандидата. Главная задача рекрутера, это найти правильного и профессионального кандидата, который устроит команду, клиента, пиема, тихлида, подойдет по какому-то командному духу. Вот это основная задача рекрутера. Я, как рекрутер, на протяжении долгого времени выработала вот такие вот, так называемые, красные маячки. То есть, сейчас я покажу. Вот. Это исключительно мои красные маячки. И я не договариваюсь со всеми кандидатами подряд, которые мне попадаются. Значит, я пару историй приведу, которые случились вот совсем недавно. Возможно, у вас тоже есть какие-то истории. Сейчас расскажу. Значит, совсем недавно у нас была вакансия проект-менеджера. Приходил я в телефонном скрининге и спрашиваю, сколько вы хотели получать по заработной плате. Он мне говорит, на прошлом месте я получал две тысячи, но понимаю и готов на восемь тысяч гривен. В общем, цифры здесь могут быть разные. Но в нашем конкретном случае он сказал именно это. Вакансия, еще на минутку, проект-менеджера. Это человек, который будет управлять людьми. Который должен о себе хоть что-то понимать, не говоря о том, что он должен понимать что-то об окружающем. Вот. И то ли человек хотел себя продать подороже, то ли он хотел о себе сказать как-то получше. Но, тем не менее, я дальше финансовый вопрос и дальше я не продолжаю общаться с этим кандидатом. Для меня это красный маячок. Дальше. Тот же случай совсем недавно произошел. Присылает моя знакомая ссылку на LinkedIn. Говорит, смотри, парень ищет работу. Значит, захожу на его профиль. Ищите, да. Вы еще быстро отступление. Рассматриваете. Быстро расскажу. История одна. Парень 10 месяцев работы. Я ему звоню, спрашиваю. Никак не имеет отношения. Я спрашиваю. Вы ищите работу? Он говорит. Я работу не ищу. Я ее рассматриваю. Это 10 месяцев назад я ее искал. Ну, это так. Я теперь же для себя. Я ее рассматриваю. В общем, я это запомнила. Спрашиваю. Вы рассматриваете работу? Он говорит. Да, я рассматриваю. Сколько бы вы хотели по заработкам? То есть мы начинаем общаться. Общаться. Он хочет 1600. По фотографии на LinkedIn парня от силы 22-22 года. И я понимаю, что парень на перегретом рынке просто хочет, скорее всего, заработать больше. Соответственно, для меня это красный маячок. 22-летние сеньоры. Я не знаю, коллеги, как вы к этому относитесь. Для меня это красный маячок. И я дальше, в общем-то, не продолжаю доводить его до собеседования или вообще дальше продолжать общаться. Я сворачиваю разговор и все. Значит, следующее. Очень часто меняет работу. Ну, это, в общем-то, очень показательный признак, когда человек работает 3 месяца, 5 месяцев, 6 месяцев. Ситуации могут быть разные на самом деле. Либо ему попадаются такие компании, в которых не выстроена система, возможно, какая-то неправильная проработанная с персоналом. Как-то он проходит собеседование или так далее. Или он действительно не проходит испытательность вроде он действительно непрофессионал. То есть в каждом индивидуальном случае нужно разбираться. Я еще раз хочу сказать. Возможно, парень 2008-200 гривен тоже мог быть хорошим парнем. Возможно, парень 11 месяцев и 1600 тоже мог оказаться хорошим. Но для меня это красные маячки. И в свою компанию моя задача не закрыть вакансию любой ценой. Моя задача предоставить хорошего, качественного, профессионального кандидата. И рисковать я не хочу. Сейчас я не готов сказать. Тоже есть такие моменты, когда, конечно, кандидат не ищет работу, я в него буду наседать, сколько ты хочешь, сколько ты хочешь. Понятно, адекватный ответ сейчас я не готов сказать. Если кандидат выходит на рынок, то какую-то цену, какую-то стоимость он должен уже о себе сформировать. Какое-то представление о себе он уже имеет. И когда он начинает со мной играть игры, я не готов сказать, а я надолго посмотрел, а у брата зарплата такая, а у соседа такая. В общем-то, для меня это тоже является оранжево-красным маячком. Вот что-то здесь не так. То ли человек хочет еще больше денег заработать, то ли вот как-то вот что-то странное. Я не рискую в этой системе. Ну, опять же, хочу повториться, что в каждом индивидуальном случае нужно разбираться отдельно. Хотела вам показать вот еще Владимира Кожаева. Я не затерла его фамилию. Мы работали с ним в первой компании. Вова, значит, не читайте, я сейчас просто расскажу, он будет неинтересно, а потом прочитаю. Значит, если зайти на Доу, если зайти на Фейсбук, Вова везде комментирует все финансовые вопросы. Вот все, любые, все, что касается денег, IT, программистов и рекрутеров, это Вова первый, который их комментирует. Вот, в общем, комментарий Вовы. Следующий. Мне контора называет сумму, которую готовы платить. Я смотрю, что у меня есть еще. Если есть лучшее предложение, от винта. Если ничего лучше нет, отказываюсь в пользу других. Многие просят назвать сумму, которую я хочу, таких обычно посылают. Значит, переведу на русский язык быстро. Там, где дадут больше денег, я туда иду. Если меня спрашивают о том, сколько я хочу денег, таких я посылаю. В том, что программист хочет денег, ничего плохого нет. Ничего плохого нет. Если программист хочет только денег, вот это вот меня настораживает, и для меня это красный маячок. Потому что, коллеги, взяв него, Мишу, только исключительно мотивация денег, нет гарантии, что человек там через 3-4 месяца не перейдет в другую компанию на плюс 300, плюс 500, плюс 300, плюс 500. Поэтому мотивация денег – это, по моему мнению, очень большой и красный маяк. Следующее правило. Мы должны продавать то, что является ценностью для кандидата, а не то, что является ценностью для рекрутера. Значит, как мы зачастую с вами продаем, или начинающие рекрутеры продают, да и я продавала, и продаю, в принципе, так же. Это английский язык, теннисный стол, гибкий график работы, дружный коллектив, веселая атмосфера, а кандидату на самом деле по ту сторону стала нужна не это, не это. Поэтому, еще раз, мы должны продавать то, что является ценностью для кандидата. Я вам притащила пример. Не читайте. Я прокомментирую, потом будет интереснее. Значит, это холодное письмо. Если вы знаете, рекрутеры пишут холодные письма в НКД, но для того, чтобы заинтересовать кандидата, подогревают его интересы, переводят его в теплые. Вот, рекрутерское агентство написало вот такое вот письмо, и его обсуждали на дом. Вот полтора где-то его обсуждали на дом, более того, обсуждали со знаком плюс. То есть, сами программисты говорили о том, что как хорошо написана вакансия и как хорошо здесь раскрывается суть содержания самой вакансии. Я вам сейчас зачитала, вы поймете, в общем-то, и я даже иногда, когда составляю вакансии для нашей компании, я беру некоторые вот зацепочки, ключи какие-то, я беру из этой вакансии. Ну, не только из этой, но из этой в том числе. Значит, читаю. Но она большая, но все равно прочитаю. Сейчас я ищу Java-разработчика на проект SmartLink. Это веб-платформа для полной локализации сайтов и приложений на лету. За 4 года проект вырос из стартапа на двоих в успешную компанию на 25 и 30 американцев. Система обрабатывает выше 2 миллиарда просмотров страниц в месяц, предоставляя сервис Dropbox, Forge Square, SlideShare, Nokia Shell. В проекте используются 400 серверов, нескольких дата-центров с глобальной системой защиты от сбоев и резервирования на уровне DNS. Команда работает в процессе Continuous Deployment, выпуская новый код на продакшн несколько раз в день. Особенно жаркий, не деплоимся по 15-20 раз. Все прилагается. Процесс разработки продукта прошел многие этапы эволюции и продолжают расти. Возможность работать с последними достижениями в IT, включая сложнейшие технологии агрегации и статистики. Супер профессиональная команда и больное вовлечение в процесс разработки продукты. Если говорить про корпоративный дух, лучшим рассказом будет вот это видео про американскую часть команды. А еще недавно SmartLink получил третий транш инвестиций в 24 миллиона долларов. Если для вас важен релокейт в Штаты Нью-Йоркский офис, то уже через 1-2 года успешная работа в нашем проекте, вы сможете предоставить такую возможность. Подробнее о вакансии здесь. То есть здесь вы видите, не продается ни английский язык, ни гибкий график работы, ни теннис, ни стон. В общем, все то, что мы пытаемся быстрее выдать нашему кандидату, здесь продается именно то, что может заинтересовать кандидата. Это и какие-то технологии, и где работают, и с чем, и деплой, и с какими продуктами придется работать. Ну, конечно, вишенки на торте, это транш 24 миллиона и видео про американскую команду. В общем, не всегда у рекрутеров рукавей есть именно эти штуки. Но, тем не менее, технически расписано достаточно грамотно. И на долг, где-то год-полтора назад, вот именно эта вакансия обсуждалась со знаком плюс даже со стороны разработчиков. Вот я вот беру себе, например, и вам притащила показать. Значит, дальше. Что в моем случае, когда я доводила кандидатов до Джубофера, играло значение? Что человеку нужно было? Значит, помощь с переездом, хороший риэлтор, удобное кресло и несколько мониторов, наличие спортзала поблизости, возможность брать свою девушку на корпоративы, как ни странно был такой у нас товарищ, йога, танцы, фитнбол, поездки в Европу и США. А, кстати, хочу сказать, не все кандидаты хотят ехать в Европу и США, чтобы имели в виду бесплатное парковочное веломесто и отсутствие open space. На протяжении моей работы, вот именно вот эти вот вещи довели кандидатов до Джубофера. Конечно, грамотное общение по поводу денег, грамотная продажа вакансий и вот эти вот какие-то ключевые зацепочки. А, извините, что это? Хороший риэлтор? Хороший риэлтор – это риэлтор, который поможет человека не обмануть, найти ему хорошее место, подходящее к месту, где будет будущая работа. Ну, вот так. Значит, какие кандидаты нам встречаются? Коллеги, когда я готовилась к нашей встрече, сидела, думала, 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 и подумала, что всех кандидатов можно разделить на три категории относительно финансов. Сейчас я вам покажу. Возможно, в вашей практике встречаются больше, вот, но я больше трех не придумала. Сейчас покажу. Значит, первый – суперстар. Этот кандидат хочет получать определенную сумму просто потому, что он так решил. Значит, здесь ситуации могут развиваться по двум направлениям. Помните того парня молодого за 1600-11 месяцев работы и так далее? Этот тоже решил, что он может получать такую зарплату, и он стоит таких денег на рынке. Значит, третий пункт – не берем. Я делюсь, коллеги, исключительно своим опытом. Возможно, у вас опыт будет другой. Значит, есть кандидаты, которые действительно классные, которые могут покрыть целый спектр задач на вашем проекте. И общение с клиентом, и переписка, и введение в должность ваших молодых разработчиков, и так далее. То есть целый-целый-целый спектр. И вы гоняетесь за этим разработчиком уже не первый год. И он действительно классный профессионал, и технически вы видите, что он подкован и грамотен. Поэтому не торгуемся, готовы брать на любые деньги. Я вам потом слайд покажу ниже про любые деньги чуть-чуть. Вот поэтому любые деньги, опять же, в каждый случай индивидуален. Но если он действительно классный, если он действительно хороший, берем на те деньги, которые он просит. Или же второй момент, сбавляя темп, красиво и грамотно рисуем перспективы роста и проекта. У меня будет слайд чуть ниже, я расскажу, как это можно будет сделать. Но, опять же, оговорюсь, многом избавить не сможет. И рынок нам диктует свои правила. Поэтому, если и мы избавим немножко, то соседний рекрутер ему добавит. Об этом тоже нужно помнить. Значит, принесла вам переписку. Если не знаете, это переписка из рекрутерского чата у Харькова, Киева, Днепропетровской и так далее. Есть рекрутерские чаты, где обмениваются кандидатами, где выставляют вакансии и так далее. Это переписка от Пудова. Сейчас я вам зачитаю. Предлагается кандидат, лид фронт-эндевелопер, кандидат в 8-роки в ДОС, в 2-3-рок и на лид-позиции. ДОС как в банковских проектах, как и в Омерс, так и в стартапах, технологии React, Redux, Node.js, Angular, JQuery, HTML, CSS, английско, немецко, VILNO. Очекывание по зарплате, внимание, 7 тысяч долларов. Это вот недавний свеженький кандидат, который вышел на рынок. Помните, я бы говорила, берем на любые деньги. Поэтому каждый случай индивидуален, опять же. Но я не знаю, я лично не знаю, возможно, коллеги какие-то из нас за 7 тысяч, не знаю, может ли он найти работу. Скорее всего, ему нужно отправляться в Relocate, где-то в другом месте искать работу. В Украине он точно за такие деньги не найдет. Каким бы он классным лидом фронт-эндом занимаетесь, какое английское VILNO, это явно... Ну, может быть, видите, все может быть. Для меня это красный маячок, коллеги. Вот мое мнение, это для меня красный маячок. Не знаю, что он должен делать за 7 тысяч долларов. Не во всех антикомпаниях, СТО и СЕО наемные получают такую сумму. В общем, вот такая вот ситуация тоже бывает. И вот, видите, да, суперстар. Это супер-суперстар. Дальше. Следующая категория, вторая. Этот готов за копеечку. Этот кандидат озвучивает низкую зарплату, несмотря на свой профессионализм. Значит, таких кандидатов, руководители, пиемы, тихлиды очень пугаются. Они думают, что, скорее всего, он не профессионал, а расспросит маленькую сумму денег. Рекрутеры наоборот. Я говорю о себе, они радуются, потому что есть большое поле для деятельности. Есть где развернуться. Он просит ниже вилки. И, соответственно, круто, мы сейчас закроем нашу вакансию еще и хорошим кандидатом. Значит, что в таких ситуациях мы можем сделать? Сразу предлагаем рыночную зарплату. Я вам расскажу историю одну. Произошла она у нас в компании. Мы искали Девопса. Нашли хорошего, очень хорошего мальчика. Он назвал высокую сумму для рынка по Девопсу. Мы с ним договорились, что с этой суммой он выходит после испытательного срока, он получает рыночную зарплату. Я помню это. В общем, мальчик нам не дошел. Вы поняли, да? Мальчик нам не дошел, потому что если кандидат выходит на рынок, то, конечно же, он пошел не только в вашу компанию. Он сходил еще в пять компаний. Его сразу с рынка забрали. В общем, история сложилась все хорошо. У нас сейчас работает отличный парень Денис. Но вот с Девопсом вот такая была история. Брать на испытательный срок и... А какая разница была? Какую зарплату он хотел и какая была... Он хотел тысячу. Это вот тот, который не пришел. А по факту? По факту, наверное, дали полторы ему, я так могу предположить. Я же не знаю, сколько... А какая была? У нас... Ну, я... Подождите. Я сейчас буду долго рассказывать, что это позиция джуниор, миддл, синьор. Там же Девопсы разные, с разными, понимаете, да? То есть, скорее всего, ему там где-то на плюс пятьсот, я могу предположить, на плюс трисот. То есть, если он просил намного меньше, то сколько он практически стоил? Вот как-то так. Ну, практически где-то полторы стоил, я думаю. Вот, если вот так вот. То есть, не в два раза. Не в два, с этим не в два раза. Хотя я сейчас покажу переписку. Я там тоже скопировала, друзей подсмотрела. Тоже покажу. Ситуации бывают разные. Вот. И ни в коем случае третий не оставляет все, как есть, уйдет, уведут. Ну, это, в общем-то, ситуация понятная. Опять же, если кандидат вышел на рынок, то ясно, что он появился не только у вас. Он появился еще в пяти IT-компаниях. Дальше. Хотела вам показать переписку. Это тоже вот совсем недавно произошло. Переписка в рекрутерском чате. Рекрутерском чате. Ира, наверное, знает. Я подокрашивала нашей коллеги всех, чтобы не давали разрешения. Значит, предлагался в рекрутерском чате .NET в поисках новых предложений. Ожидание 800 тысяч. И Женя недоумевает, что с ним не так. У него пять лет и английский author. Значит, история, эта история следующая. Там дальше начали рассказывать, что это товарищ с характером. Рекрутеры все знают, что .NET 800 тысяч с английским пятилетним. Он не стоит таких денег, да. Вы знаете, да, что он стоит там от двух, я думаю, скорее всего, такой товарищ от двух. Значит, выясняется, что он с характером. То есть, эта девочка добавляет, что он с характером. Но опять же, коллеги, нужно смотреть на все индивидуально. Для кого-то он с характером, а для кого-то характер нужен. Поэтому я всегда придерживаюсь с такой точки зрения, и моя политика следующая в любую компанию, в которую я приходила. И если позволяли ресурсы, лучше пересмотреть, чем недосмотреть. Если вам позволяет возможность притащить этого кандидата на собеседование, то лучше его притащить. Если есть возможность с ним проговорить еще раз, что за характер, какой, что его не устраивало, еще и так далее. То лучше это сделать. Потому что у нас и так с вами выбор не густой. Мы постоянно в поисках, в голоде находимся. И еще вот Наталья пишет. Сегодня нашла фронтендера с ангуляра за 500, полтора годовалых опытов. Тоже подозревала, но парень оказался норм. Видите? То есть это вот готов за копеечку, 500 долларов, полтора года, это достаточно хорошая цена с ангуляра. Вот. Вот так вот, коллеги. Поэтому встречаются хорошие ребята, встречаются ребята недорого. Я таких люблю, потому что есть поле для развития, есть поле для взаимоотношений. Такие ребята не перекормлены зачастую деньгами. Их интересуют зачастую не только деньги. Поэтому вот таких кандидатов я лично, как рекрутер, люблю. Значит, следующая категория. Она встречается максимально много на рынке нашем с вами адекват. Этот кандидат в балансе. Узнает примерно вилку зарплаты и свою стоимость на рынке. Накидывает где-то плюс 10, возможно плюс 20 процентов. Сверху и с таким предложением выходит на рынок. Что может сделать? Если попадает в нашу вилку, берем, предлагаем. Если чуть выше вилки, мы меньше на испытательный срок и по результатам. И не пытаемся занижать. Уйдет, уведут. Ну, тут как бы все ясно. То есть все ясно, у меня даже примеров никаких нет. То есть все ясно, адекватные, плюс 10, плюс 20, вышли, попадают в нашу вилку, молодец, берем, несем в нашу норку, не молодец. Значит, пытаемся с ним договариваться о понижении, уменьшении. Ну, мы об этом чуть ниже поговорим. Дальше. Важно. На рынке встречаются две категории кандидатов, которые ищут работу, естественно, которые не ищут. Финансовые вопросы с ними мы будем обсуждать по-разному. Ищет кандидат, он горячий, он готов. У него есть нужда в том, чтобы найти компанию, найти работу, подходящий коллектив. И тот, кто не ищет, сидит себе спокойно и не рассматривает вообще никакие предложения. И наша с вами задача, как создов, как продажников, как рекрутеров, как это не звучало бы негуманно, подогреть его интерес, чтобы он рассмотрел вакансию в другую компанию. Значит, есть вот такая вот схема, которую я пользуюсь. Я уверена наверняка, она есть у вас, эта схема. Значит, фиолетовенькая. Это ищут. Значит, как я действую с теми кандидатами, которые ищут. Я сразу спрашиваю пожелания по зарплате. То есть ищите, здравствуйте, либо в телефонном интервью, либо в скайпе, в линкедине. Здравствуйте, здравствуйте, как дела, там все, работу ищите. Да, какие ваши пожелания по заработной плате. Следующий этап, я начинаю продавать компанию. Помню, что продавать нужно то, что хочет услышать кандидат, а не то, что я ему хочу продать. Вот, и переговоры плюс-минус. То есть иногда переговоры плюс-минус о повышении, понижении зарплаты я веду, не доводя до собеседования. Например, если он мне озвучивает зарплату чуть выше той вилки, которая у меня есть, я, естественно, у него спрашиваю, готовы ли вы подвинуться по зарплате, потому что действительно там вилка, он выходит за рамки там плюс 300, может быть плюс 400. Если, конечно, вилка там плюс 1000, я уже не веду переговоры плюс-минус, я потихоньку начинаю сворачивать разговоры. Вот, конечно, с кандидатами, которые не ищут, я не наскакиваю на них, я не говорю, сколько вы хотите получать. Они обо мне знать не знали, слышать, не слышали вакансию мою, не видели. Я буду на них напрыгивать, спрашивать, сколько вы хотите. Нет, конечно, я продаю компанию. Помните вот то переписка рекрутерского агентства, где они продавали компанию, достаточно грамотно и хорошо, они подыгрывали интерес в холодных кандидатах. Вот, я продаю компанию, продаю, продаю, интересно, нет, интересно, нет. Если интересно, а что вы о проекте, о команде, о то, о технологии, хорошо, я начинаю спрашивать пожелания по зарплате, сколько бы вы хотели получать. Почему это важно? Я экономлю свое время, экономлю время кандидата. Если он меня назовет 7 тысяч долларов, смысл и дальше, в общем-то, разговаривать нет. Дальше. Переговоры плюс-минус с кандидатами, которые не ищут, в первом-втором контакте я чаще не веду. Я его хочу привезти на собеседование, увидеть товар лицом, понять, насколько он технически грамотен, и там уже на собеседовании уже у него спрашивать, готовы ли вы подвинуться, может быть, какую-то там бонусную ставку, ну там, в общем, я слайд потом покажу. То есть, какие-то дополнительные опционы вступают в силу. Вот так вот. Здесь понятно, да? Вот. Значит, чтобы не тратить время, сразу при первом контакте, я еще раз хотела сказать, я пытаюсь узнать пожелания по зарплате. В Скайпе, в Мессенджере, в Линкедене, везде я пытаюсь узнать пожелания по зарплате. Это важно, чтобы сэкономить свое время и сэкономить время нашего кандидата. Моя переписка типичная моя. Добрый день, спасибо, что ответили. Нашла ваше резюме, хотела узнать. Ищите ли вы работу, если позволите пожелания по зарплате. Работаю еще, ищу. На предыдущем месте работы было тысячи, скорее, восемьсот. Хотелось бы немного апнуть. Ох, спасибо большое. Наш бюджет чуть ниже, Поэтому давайте просто дружить, пишу я ему. Парень хороший, резюме выглядит хорошо. Мы с ним дружим, я его занесла в базу и, в общем-то, разбежались по своим делам. Я его не мучаю, не дергаю, не тащу на собеседование, потом не придумываю какие-то отмазки, почему мы его не взяли, не трачу время. Ни его, ни свое. У вас есть такой нюанс. Если вы нашли человека, который не ищет работу, Вы... Этот ищет, видите? Нет, давайте разберем пример. Давайте. Человек не ищет работу, вы продаете компанию. В контексте того, что вы продаете компанию, вы спрашиваете тоже о зарплате с вами, либо же вы озвучиваете вилку ЗП. Нет. Я вам расскажу, сейчас там очень интересный будет слайд. И я расскажу, что я стараюсь вилку называть максимально поздно. Хорошо. А если он не хочет отвечать? Потому что кандидаты некогда. Давайте я вернусь. Вот у меня есть слайд на эту тему. И есть пару вопросов, как можно выспросить у кандидата, каким рядом вопросов можно узнать именно его вилку, даже у холодных кандидатов. У теплых, скажем так. Хорошо? Ну, у холодных. Холодных. Нет, ну, не-не-не. Холодные – это тем, которым вообще неинтересна ваша компания. Теплые – это те, которые уже заинтересовались. Давайте поговорим. Вот. Ну, такой вопрос. Потому что его может интересовать, как раз, например, зарплаты, это будет его, на одной из ключевых мотиваций. И он сразу же может спрашивать по поводу зарплаты. Окей. Давайте я проговорю свою, если останется вопрос. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Спасибо. Вот. Вот. Игра «Назови свое ЗП». Мы как раз подошли к этой теме. Вот есть такая игра, которую играют, ну, я назвала ее игра, в которой играют рекрутеры, играют кандидаты. Ты назови свое ЗП, нет, ты назови, нет, ты первая, нет, ты первая, нет, ты первая, нет, ты первая. Ну, вы знаете, в общем-то, эту игру. Вот. Все играют в эту игру, и кто кого переиграет, в общем-то, интересная тема. Значит, у меня есть ряд вопросов, и с вероятностью 95% после вот такой вот батареи вопросов кандидаты вам называют свои пожелания по заработной плане. Не читайте, сейчас прокомментирую. Первый вопрос, самый первый, самый простой, я задаю следующее. Работу с какой зарплатой вы сейчас ищете? Вот. Нормальный вопрос. 50% сразу отвечают, особенно если это горячие кандидаты, они говорят, я хочу такую-то зарплату. Дальше идем. Если он говорит, ну, а какая ваша вилка? Я у него спрашиваю, назовите минимум, ниже которого вы опускаться не можете. Он говорит, ну, я посмотрел на доу, там вилка где-то 1000-1500. Я тогда включаю следующий вопрос. Я вам помогу. Сколько вы получали на прошлом месте? Обычно кандидаты к своей зарплате добавляют плюс 10, плюс 20% и озвучивают эту сумму. В общем-то, на этой фразе процентов 80 уже полится. Вот. Дальше. Есть товарищи, которые продолжают. Не знаю, не хочу, не могу сказать. И я задаю следующий вопрос. Мне нужно знать ваши пожелания по заработной плате, чтобы вы могли сообщить клиенту, понимать, на что компания может рассчитывать, подготовить жоп-офер и так далее. То есть процентов 95 на вот этих вот четырех вопросах в принципе отвечают свою заработную плату. Есть категория кандидатов, особенно категория теплых, не горячих кандидатов, которые не хотят называть свою вилку. Что делаю я в этом случае? Возможно, у вас, коллеги, другой рецепт. Я беру среднее. Допустим, моя вилка на эту вакансию 1000-1500. Я озвучиваю 1300, для того, чтобы у меня была возможность для маневра. Если я ему назову верхний потолок, естественно, кандидат озвучит верхний потолок. Вот и все. Да. А почему сразу так не сказать? Вы не думали, что такой ряд вопросов может раздражать разработчиков? Думала. Вот. Я просто, у меня есть конкретный пример. У меня в Минкедыне больше 20 тысяч друзей. Я часто задаю вопросы. У меня там 80% разработчиков. Вот. Один из таких нелюбимых вопросов и тех вопросов, которые ненавидят, это вопрос про оплату. Да. И вот эти вот пулеметные очереди по расспрашиванию, они очень не любят, на самом деле. Поэтому у меня, например, есть такое правило. Если это кандидат холодный, ты его нашел, он не заинтересован, ты его начинаешь заинтересовывать, то ты тогда создаешь для него условие, и ты ему озвучиваешь, ну вот как в вашем случае, там, не вилку, да, но среднюю по вилке оплату, которую ты можешь ему предложить. Если же это кандидат ищет, тогда, да, тогда ты можешь этот ряд вопросов задавать, потому что он больше заинтересован. Потому что мне кажется, ну вот, если, например, хорошему разработчику говорят, вопросов сразу задавать, он просто может отвалиться и сказать, да, то я не хочу быть, не веревать, не... Супер. Я просто хотела сказать, каждое индивидуально. Я, конечно, к каждому не подхожу к вот этим шаблонам и не пытаю, не пытаю вот этими вопросами. Я бы хотела перечислить весь алгоритм, с помощью которых вы можете узнать пожелания по зарплате. Да, конечно, если пытать хорошего разработчика, и более того, хорошего разработчика интересуют деньги. И мы помним, что задача на рекрутера найти не просто хорошего разработчика, а рекрутера, который будет интересовать не только деньги, а еще и наша компания, проект и все остальное. Поэтому все очень гибко. Но, да, ваш подход супер. Да, ну, просто это важно, вот в особенности в контексте чар-паттернера, потому что, вот, например, дата-арты, они не дают вообще, вилки ничего не дают. И у меня часто по этому поводу вопросы, да, и диалоги, как с кандидатами они в этом ходят. Ну, да, что другие клиенты, с которыми я сотрудничаю, они озвучивают вилку. И тут приходится уже придумывать для некоторых кандидатов. Видите, вот свой подход уже образовался. Придумывайте время, вилки начинают новый, холодный. Нет, ну, придумывайте, в том смысле, от потолка. Понятно, ориентируюсь на рынок, но все равно, если я начинаю, спященники, вопрос, играть в игру или не в игре играть, то есть, кто первый скажет, кандидат или я? Я считаю, что должен я первый говорить. Вот я от этого... Я считаю по-другому. Нет, это в том случае, если же кандидат, опять же, не холодный, если мы его сами зашли, если он не ищет работу, он ее рассматривает. Если кандидат действительно ищет работу, он активен, тогда, да, тогда вы можете ему эти ряды вопросов задавать. В другом случае, ну, это получается немножко как-то даже неэтично. Нет, вы скажите нам, я не знаю, клиент новый, не всем холодный. Я не знаю, клиент не новый. Давайте попробуем. И что? Или как раз, а что клиент новый? Ну, и что, что клиент новый? Он скажет, что у вас за клиент такой, который не знает, сколько он может привозить? Зачастую я, можно я вас перебью? Зачастую с теми кандидатами, вот опять же, я делюсь исключительно своим опытом. Когда кандидат мне начинает, например, в переписке грубить, да, или давить, или делать акцент на деньги, или еще такое, задача кодики таких людей не брать. Вот. Моя задача не любой ценой притащить кандидата ко мне в компанию. Вот и все. Если его интересуют исключительно деньги, какие-то игры, зарплату и все остальное, то это не мой кандидат. Если ему нужна вилка, я называю среднее, для того, чтобы оставить работу для маневра. Вот, вот и все. Нет, как раз такие вопросы, что мы заключаем, что они не любят в эти игры играть. Вы, игры мы играем, когда вы начинаем для таких вопросов задавать. Мы задаем... Сколько вы рекрутите, просто интересно. Я вам скажу, они играют еще как в игры. Через половину года. Ну, отлично. Я 10 лет. Я могу сказать, что игры играют все максимально. Вот. Нет, все относительно. Ну, правда, где-то на поле дни, на самом деле. Каждая ситуация, ну, по-разному. Кого-то раздражает меньше, а кто-то раздражает. Вообще-то нормальный вопрос. Спросить, какая заработная плата в данный момент для вас была бы интересна, ну, если человек уже занеселся, ну, какой тема деятельность, если я их позицию... Коллеги, давайте я закончу, а мы потом... Я буду добавлять подоказку. Коллеги, давайте я закончу, мы с удовольствием потом обсудим еще. Хорошо? Мы по фибриду. Да. И можем и так, и так, и как это. Чуть-чуть уже осталось совсем. Коллеги, мое, мое мнение. Важно. Важно. Как только выясним желаемый уровень компенсации, рекрутер, инициатива на нашей стороне. Не потому, что мы хотим поиграть в какие-то игры, не потому, что рекрутер такой противный, хочет узнать всю поднагодную нашего кандидата. Первое. Он просто экономит свое время. Второе. Он экономит время кандидата. И дальше, в зависимости от того, когда называется какая-то вилка, он понимает, по какому сценарию он может дальше ввести своего кандидата. Либо это переговоры на понижение, чуть мы дальше начинаем разговаривать. Либо это приглашение его на собеседование, если он попадает в нашу вилку и так далее. То есть мне кажется, что это важно. Когда рекрутер узнает вилку, он берет инициативу и дальше ведет этого кандидата. Либо это кандидат за 7000, зачем мне тратить на него время, энергию, продавать ему компанию и все остальное. Либо это кандидат 1620-летний сеньор, либо это наш хороший девопс за 1000 долларов. Вот так вот. Дальше. Разбираем случаи. Хотела вам показать случай, типичный случай, который случается у нас с вами. Это переписка, письмо кандидата. Он уже сходил, допустим, условный Михаил, он пришел к нам на собеседование, ему все понравилось и ему сделали в жоп-оффер. Значит, пишет он следующее. Мне нравится ваша компания и проект кажется подходящим. Единственное, о чем нам нужно поговорить и единственное, что меня удерживает, это первоначальное предложение о компенсационном пакете. Откровенно говоря, зарплата меньше, чем я ожидал. Я действительно заинтересован в этой должности. По моим сведениям, 1000, это приблизительный уровень зарплат. Таких компаний, с которыми я веду переговоры, мне предлагают больше. Вы можете что-нибудь предпринять в этом направлении, если быстро. Мне нравится ваша компания, ваш проект, вы классные ребята, но вот же офер 1000 пакетов мне очень мало. Может, мы как-то проговорим эту ситуацию. Значит, какие есть данности у рекрутера? Первое. Зачастую, иногда бывает, больше мы предложить не можем. Вот есть у нас 1000, условная 1000, может 2000, может 3000, есть у нас 1000 долларов. И все, у Михаила мы больше предложить не можем. Но кандидат нам нравится и подходит. Что мы можем сделать в этой ситуации? Первое. Обговорить повышение после испытательного срока. Допустим, наш Михаил 1000, мы говорим, Михаил, после испытательного срока, по результатам работы, ваша зарплата изменится и станет, допустим, 1300. Обычно компании не повышают на 50%, скорее всего, это будет плюс 200, плюс 300 долларов, 500, скорее всего, никто не пойдет. Следующий этап, поговорить, минимальное постепенное повышение. Допустим, Михаил, после испытательного срока, ваша зарплата будет 1300 долларов, но через два месяца мы обязательно вернемся к обсуждению вашей зарплаты и обязательно ее обсудим в сторону повышения по результатам работы. Когда я проговариваю по результатам работы, здесь уже должны подключаться HR-процессы. То есть, либо HR-департмент, либо рекрутеры должны, либо совместно с техлидами, в общем, в разных компаниях по-разному, должны быть прописаны уже какие-то HR-процессы. Как его вести, как его оценивать и по каким результатам ему повышать зарплату. Ну, это, в общем-то, тема, если хотите, мы потом обсудим, но это не сегодняшняя наша тема. Вот, это HR-процессы. Дальше. Обсудить размер бонуса в конце года. У меня в Интексе была очень интересная вакансия. Мы на немецкий проект искали разработчиков и клиент предлагал по окончанию 13-ю зарплату. Представьте, разработчики 2000 долларов получали в конце года еще плюс 2 и дарил им айфон. Это, в общем-то, была хорошая вакансия, так как вот той, помните, транш 24 миллиона долларов, вот это примерно. Это были сладкие козыри в рукаве. Вот, обсудить размер бонуса в конце года. Можно так, можно со стороны клиента, можно со стороны компании. Это тоже всегда играет в плюс. Обсудить единоразовый бонус. В моей практике, я вам скажу, единоразовый бонус сыграл не раз в положительную сторону. Я потом чуть дальше подробнее расскажу про единоразовый бонус, как мы хороших кандидатов закрывали именно с помощью этого единоразового бонуса. И помним про интересы и бонус. То есть нашего кандидата не должны интересовать только исключительно деньги. А нашего Мишу, как мы видим, скорее всего интересуют не только деньги, распроекты компании ему понравились. Он вышел, говорит, давайте, ребята, проговорим эту ситуацию. Вот, то есть вот арсенал наших действий, с которыми мы можем работать. Либо говорить после испытательного, либо постепенное повышение. Но самое главное, самое главное, коллеги, не бросать Мишу. Потому что Миша выйдет к нам на работу, нам поверит, доверится. А через время не наступит час икс. Он будет вкалывать, опахивать, не наступит час икс. И он просто уйдет с болью в сердце из вашей компании. Вот так вот. Про единоразовый бонус. Про единоразовый бонус. Мне эта тема нравится, потому что в моей практике была возможность закрывать кандидата с помощью единоразового бонуса. В каком случае это происходит? Если кандидат нам нравится, подходит, и он выбирает между предложениями. Например, 2000 в одной компании, ему предложили 2000 в другой компании. Он нам технически подходит, замечательный парень. И мы говорим, Миша, вот 1000 долларов тебе будет в течение полгода. Мы обязательно тебе заплатим, если ты выйдешь в нашу компанию. И срабатывало достаточно хорошо, достаточно часто. И мы приглашали к себе хороших разработчиков именно с единоразовым бонусом. Более того, единоразовый бонус готовы были платить клиенты. С ними нужно просто общаться, разговаривать на эту тему. А какой размет? Чего? Размет. Любой. Бонусы единоразового? Любой. С каким капком вы договоритесь с клиентом? А предлагать такой бонус? Можете 1000, можете 300 долларов. Там в зависимости от того, какие суммы стоят на кону. Зачастую единоразовые бонусы предлагают уже разработчикам высшим мидл уровня. Чаще это сеньоры, которые нам очень нужны, которые, в общем-то, по деньгам, они уже наелись. В какой-то степени зарплаты. Но единоразовый бонус, когда у него есть какие-то предложения на рынке, он входит, выбирает, а мы еще ему единоразовый бонус. Это, в общем-то, хороший плюс. И в моей практике это всегда срабатывало. Более того, в моей практике, я не знаю, как у коллег, за бонус платил клиент сам. Дальше. Если вы не готовы платить ему много сейчас, хотите попробовать, прежде чем платить высокую зарплату. Например, там 1000 долларов у него зарплата. Вы разбиваете, говорите, мы выплачиваем тебе бонус на год. Ну, выйди к нам, ты классный парень. Вот так вот еще можно сделать. Но это реже, чаще вот первый вариант. И, коллеги, мы подошли с вами к концу в качестве вывода. Что бы я хотела сказать? На рынке всегда, 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 всегда будут предложения выше, которые есть у нас с вами. Даже того парня за 7 тысяч, я уверена, заберут. Не всегда у компании есть необходимость брать самых дешевых и самых дорогих кандидатов. Об этом нужно помнить. Я лично люблю недоплаченных товарищей. Если кандидат нам очень нравится, но дорог, дружим, помним, предлагаем, заносим в нашу базу. И четких алгоритмов нет. Найм – это продажа. И наша главная цель – договориться. Пам! Хайплев!